В действительности, что меня очень удивляет, друзья, среди разных мифов о Пармениде, самое удивительное, конечно, это миф Поппера. Знаете, что Карл Поппер, он считал себя таким фанатом десократиков, в 60-х годах писал там «Бэкту де Пресократик», «Сназар де Сократикам», философы должны заниматься космосом, учиться у греков, а не заниматься там какой-то чепухой, хитросплетениями. Поппер, он был парменидом, он считал парменидом, почему он его ставил так зубо, при этом Поппер был атеистом, он был убежденным атеистом, и почему он был фанатом десократиков, он считал, что они освободили нас, ну совершенно как эпикурейцы, освободили нас от поповского дурмана, от обмана, от религии, открыли нам настоящий космос, и вот философы должны этим заниматься. Во-первых, он не понимает, что даже космология парменида, она направлена против новой научной картины мира, она возвращает религию, она возвращает правду в мир, который держит эту глыбу, понимаете. Он был противником бесконечной вселенной, Максимандра. Да, так самое удивительное, что Поппер считает парменида адептом и защитником научного реализма, сайтифико-реализма. И удивительно, и противопоставляет его Аристотелю, который не был защитником научного реализма. Друзья мои, это же полный абсурд. Потому что Аристотель же как раз полемизировал с илиатами. Почему? Потому что он видел в этой философии справедливо, видел угрозу физики. Вы знаете, что у Платона, что произошло? Это в учебниках, в общих историях, это часто не подчеркивается, но это знаменательный факт. Научная революция, когда я прошла в Милете, сделала центральное понятие природы, фюсис. И, между прочим, то, что пишут в учебниках, вот эти первые философы, это в основном все основано на альфиметафизике Аристотеля, которая отражает просто академический взгляд 4 века. Это совершенно не исторично, то, что пишет Аристотель. Вся история философии, как я говорю, открытие четырех причин, четырех начал. Это совершенно неадекватно. То есть общий взгляд на греческой философии гениальный дает Платон в Софисте. Там совершенно правильно изображаются два лагеря, две традиции ионистского натурализма, который имеется в виду, и друзья идей. Вот это правда. Эти две традиции, они через столетия проходят, с самого начала, потому что они были созданы, одна в Ионии, милецами, другая была в Италии, создана Пифагором. Это были в разных культурно-исторических контекстах, у них были разные задачи, потому что милецы не ставили себе ни нравственные, ни воспитательные, ни политические задачи. И потому что они не дошли. Вот это ложная перспектива. Сначала там учили, что мир из воды, а потом вот пришел Сократ, стал говорить, что есть добродетель. Но это полная чепуха. Друзья мои, это, понимаете, это все равно, что, я говорю, говорит там, вот изданный какой-то прекрасный атлас, и говорит, да, атлас хорошие там карты, но где же рассуждение о смысле жизни? Картограф, это не дело картографа, рассуждать о смысле жизни. Понимаете, есть другие мыслители там, и религиозные, и светские поэты, писатели, просто люди. Это не дело картографа. Я сравниваю это с картографией, потому что первый трактат о природе, Анаксимандра, он включал в себя первую географическую карту. Это было открытие, новое открытие, новой совершенно, новой картины мира, которая была открыта, разумеется, не случайно. И не так, как это Поппер изображал. Поппер считал, что ранние философы были, первые философы и ученые, они не занимались наблюдением, у них нет, нет, что это... Ну, потому что Поппер всю жизнь боролся с так называемым догмой эмпиризма, и он считал, что неверно, что первые философы, они опирались на какое-то наблюдение. Это глубоко неверно. Почему? Потому что Поппер, ну, я же вижу, я все-таки занимался этими источниками, я вам могу сказать, что с Поппером произошло. Он, конечно, не знал глубоко источники, он, гречески он сам признается, что он знает так, что лучше ему с филологами не спорить. Но он пользовался английским переводом Бернетта. Бернетт перевел там также всю доксографию и фрагменты своей книги до Кёрка Ревенскофф, вот это был такой стандартный учебник. Поймите, вот эта традиционная доксография стиля плакета философорум, она действительно не содержит никаких ссылок, ни наблюдения на доказательства, обоснования. Она просто преддает свод мнений. Бездоказательный. Но, друзья мои, там, где сохранились аутентичные фрагменты, мы сравним их с доксографией, и там, где сохранилась параллельная традиция, мы видим, что это совершенно ложная картина. Для того, что эта доксография, которая дошла, сборники мнений, она возникла изначально в скептической академии, в эллинистическую эпоху. И эти сборники разноречивых мнений, они составлялись, в частности, с полемической целью, чтобы показать невозможность познания истины. Если есть там 20 мнений о природе Солнца, какой из них? Естественно, составители таких скептических сборников, они не были заинтересованы, их не интересовали доказательства, основания. Понимаете? Но они были. Простой пример. Доксография говорит нам просто, что аноксагор учил, что Солнце есть раскаленная глыба металла. Точка. Все. Потом из параллельной традиции мы понимаем, что это совсем не дерзкая теория, о которой человек сидел-сидел, думает, а, скажу-ка такую вещь, посмотрим, что по поперу так происходило. Это не так происходило. Мы знаем из параллельной традиции, что в Госпотамах, в Северной Греции, упал огромный метеорит. И аноксагор отправился его, как в наши дни Академия наук посылала северотеорийский метеорит, так аноксагор явно на свои средства отправился туда. И что он там увидел, друзья? Мы были в музее естественной истории, у нас, между прочим, в музее космонавтики есть такие, большие метеориты. Даже не специалисту. Видно, вообще говоря, что они как бы железные. У них пористая структура, они железные. То есть аноксагор, он как рассуждал? Рассуждал, что упавший метеорит, он упал с неба, из области Солнца. И поскольку он железный, то вполне возможно, что это осколок, и что Солнце само есть раскаленная масса железа. Которая почему раскалилась? Опять же не потому, что это дерзкая теория, а потому что она укладывается в рамку теории космогонического вихря. Космогонический вихрь оторвал какую-то огромную глыбу от Земли. Без прочим, есть такая теория теперь происхождения Луны. Что Луну вырвало из Земли. Поразитная теория аноксагора была, что космогонический вихрь оторвал эту глыбу, запустил ее на орбиту, и она от огромной скорости раскалилась и стала светиться. Теория, возможно, неверная, но научная. Оно стопроцентно, как бы научная и рациональная теория похожее. И на какие? И она основана, конечно, во-первых, она основана на наблюдениях, наблюдениях разных вихрей, и она основана на наблюдении госпотамского метеорита. Это то, что ионийцы, я все время подчеркиваю, англоязычная, стереографическая, совершенно игнорируют фундаментальное понятие для эмфирического метода ранней науки «текмериум», «текмериум», и глагол «текмайристай». «Текмайристай», «текмериум» — это эмпидическое свидетельство. Например, нам говорят, что «фалес», опять же, доксография будет говорить, что «фалес» считал, что Вселенная полна божественных сил даймона. И все, точка. Но Диаген Лаэрти сохраняет нам более интересный источник, в котором содержалось обоснование. Фалес не так просто это заявил, и заявил это не потому, что он был под влиянием каких-то мифов там или египтен. У него были свои соображения, у «фалеса». Диаген говорит «текмайроменос», то есть эмпирическим свидетельством о том, что вся Вселенная проникнута жизненной силой некой, является магнит и янтарь. Потому что это с точки зрения обыденного здравого смысла это камни неодушевленные, это мертвая природа. Так вот же, они не мертвы, они дышат. Очевидно, «фалес» считал, что магнит вдыхает опилки, он дышит. Но это да, потому что это душа, там есть пневма. Ну, это можно, я собрал еще много таких примеров, нужно продолжать. Это полностью опровергает Копера о том, что ранняя наука не оперировала свидетельствами. Текмерия. Вот. И вообще говоря, опровергает его вот эту теорию, что эмпиризма не существует. Это все, это все, вы понимаете, что-то, это утверждение, что every fact is, что нет различия между теорией и фактами, что всякий факт на окружной теории. Ну, хорошо, стоило, может быть, выдвинул такой тезис, чтобы это утверждать, но на примере греческой философии мы четко видим две школы. Мы видим ионийскую науку, которая рождается в контексте практических нуждов, мореплавание, навигация, исследование мира, география, литерология, предсказание погоды. Это все было нужно. И с другой стороны мы видим совершенно другую философию пифагорейской, которая не основа. У него интересует, что у пифагорейцев тоже были свои текмерия, но они, это была как бы мистическая текмериология. Они тоже, пифагорейцы, ссылались на эмпирические свидетельства, чтобы доказывать свою философию учения первоначала пифагорейской, оно стопроцентно априористское. Оно априорное. Оно исходит из того, например, что число 10 божественно. Впрочем, то, что число 10 божественно, оно тоже доказывалось с помощью текмерия. Интересно, когда это цитируется, плацет, употребляется множественное число, первое лицо множественного числа, мы. То есть, это апелляция к тому, что делают люди. У греческих философов тогда употребляется вот это первое лицо множественного числа. Между прочим, у Аристотеля в никомаховой этике мы тоже такое найдем. Аристотель, например, когда говорит о том, что все люди, ну, в духе такого психологического гедонизма, что все люди, поведение большинства людей, оно мотивируется стремлением к приятному и избеганием неприятного. И Аристотель тоже говорит, и мы тоже, говорит, мы всегда, да, мало того, он говорит, и мы совершаем подлые поступки, говорит Аристотель, из-за извлечения к удовольствию. Вот. Я это использовал в какой-то полемике сейчас по поводу того, что вот это такое первое лицо множественного числа кто-то интерпретировал где-то как указание на профессию, на то, что юридический философ это просто ссылка на обыденный опыт, то, что обычно делают люди. Аристотель, между прочим, при этом не включал себя в число тех, кто делает подлые поступки, фавлопраптами. Да. Он ссылается просто так на то, что, да, так в этом плаке там пифагорейском говорится и мы, и эллины, и варвары считаем до 10. А потом, дойдя до 10, мы загибаем назад на кампту, и опять начинаем в 11. То есть, это доказывает как бы универсальность, потому что и среди эллинов, и среди варваров все люди считают до 10. Значит, число 10, оно универсальное. Видите, я хочу сказать, что при всем априализме пифагорейцев у них тоже были слиют и кмели, они тоже доказывали. Пифагор даже, как считается, делал при этом настоящее научное открытие. Он открыл математическую природу музыкальных интервалов. И на основании этой теории он уже, конечно, доказывал, он экстраполировал это и доказывал, что весь мир есть творение божества ума, в нем в движении светил, отражается божественная гармония, расстояние и так далее, и так далее. Но, тем не менее, и восточные греки, и западные греки, они всегда апеллировали к опыту. Скажите, что мы хотим?